Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова мы на финансовых рынках и продолжаем следить и разбирать ключевые фундаментальные события, влияющие на динамику финансовых активов. Сразу предлагаю перейти к основным инструментам, которыми мы спекулируем. Начнем мы с нефтянки, которая сейчас торгуется на отметке 62.79. Не буду отказываться от своих прежних слов. Я говорил, что если по нашим коротким позициям бренд доберется до 63 долларов за баррель, эти сделки будут целесообразно даже прикрыть и просто последить за тем, что на финансовых рынках и в данном случае на рынке углеводородов произойдет дальше. Поскольку этот уровень все-таки был протестирован, друзья, соответственно, сделки нужно закрыть, выйти из позиции. Если вы все-таки настроены на именно забег, на длинную дистанцию, вы долгосрочно ориентированы по рынку черного золота и разделяете, в принципе, мою позицию того, что этот рынок должен снижаться и бренды WTI должны терять стоимости, может быть, вы нашли в себе силы еще поддержать эти короткие позиции, потому что уверены, что рынок все-таки развернется. Я думаю, что к продажам мы еще вернемся. Те, кто, в принципе, пофиксился вместе со мной, ничего страшного, друзья. Рынок – это всегда большое количество возможностей. Нужно просто признавать, что иногда он движется не в том направлении, которое нам нужно. Спокойно выходить из сделок, адекватно оценивать фундаментальный фон и ждать новые возможности. Для тех, кто все-таки сохраняет настрой продаж, я, друзья, среди вас, скажем так, может быть, в моменте у меня уже и нет позиции, но это не значит, что если я закрыл короткие позиции, я тут же встал в бай. Нет, я по-прежнему считаю, что рынок пойдет вниз. Вчера рейтинговое агентство Fitch дало очень красноречивый прогноз по темпам экономического роста США и евразована Китая, то есть фактически это трио и делает всю мировую экономику. Прогнозы, как вы понимаете, неутешительные. По Китаю до конца этого года темпы экономического роста просядут до 6,1%, в следующем году ситуация еще будет более печальной, 5,7%. По еврозоне снижение темпов экономического роста до 1,1%, по штатам до 2,3%. Я в отношении Китая и США согласен, в отношении еврозоны думаю, что показатель будет ниже, примерно на отметке 0,9%. Это, друзья, к тому, есть ли у рынка нефти действительно какой-то мощный долгосрочный фактор роста. И исходя из этих прогнозов становится очевидно, что мировая экономика будет и дальше слабеть, если в конце концов США и Китай не смогут прийти к общему языку на предстоящем 13-м раунде переговоров, который состоится в начале октября, я уже отмечал, что лично я настроен на то, что эти переговоры будут снова безрезультатными, поэтому я не испытываю каких-то особых оптимистичных ожиданий. Я уверен, что нужно смириться с последствиями для мировой экономики. И, в принципе, то, что мы наблюдаем сейчас по глобальным темпам экономического роста, уже доказывает крайнюю степень негативного влияния тех тарифных войн, которые уже идут. Этот процесс не повернуть вспять, друзья. Поэтому я закладываюсь под снижение спроса будущего на углеводороды. На это еще наслаиваются довольно высокие показатели темпа нефтедобычи в разных регионах. Об этом также мы говорили уже не раз. Следующим важным событием для рынка нефти будет встреча технического комитета и стран-участников энергетического пакта ОПЕК+. В Абуддабе она состоится уже совсем скоро. В этот раз мы с большим интересом, опять же, настраиваемся на эту встречу, потому что всем известный Халид Аль-Фалих, который является министром Саудовской Аравии, его сняли с должности буквально в эти выходные. За день до этого его сняли с должности главы Саудиорамка, то есть государственной нефтяной компании Саудовской Аравии. Что это значит? К чему приведут эти кадровые перестановки? Я думаю, что лишь тому, кто снял его с должности, ясно. Но я предлагаю, друзья, попробовать поспекулировать и допустить такой сценарий, что при новом министре Саудовской Аравии, министре нефти и лидере стран ближневосточного картеля есть высокая вероятность, что он будет в меньшей степени чистоплотен в плане соблюдения обязательства по текущему показателю нефтедобычи и в меньшей степени будет радеть за то, что общий показатель нефтедобычи нужно оснежать. Другими словами, я намекаю, друзья, что совсем скоро мы можем оказаться вместе со всем рынком нефти в новой реальности, когда этот рынок уже более не поддерживает усилия стран ближневосточного картеля по стабилизации общей ситуации на рынке углеводородов. Поэтому будут возможности для продаж. Как только найду хороший уровень, друзья, снова вернемся к ним. Евро против доллара 1.10.44. Я предлагаю лишь отметить индекс уверенности инвесторов Centix, который вышел накануне. Тотальный минус, в принципе, и другого мы не ожидали. Morgan Stanley, Goldman Sachs призывают к тому, чтобы готовиться к очень перспективным коротким позициям. Мы к этому готовы уже, друзья. Поэтому, наверное, это лишь для общей базы того, почему нужно рассматривать евро с точки зрения продаж. Вероятности новых стимулов, о ней тоже очень много было сказано. На этом давайте оставим евро, вернемся еще ближе к четвергу. Фунт против доллара вот тут ситуация очень интересная. 1.23.39. Кто-то уже, может быть, решил, что наконец-таки появился свет в конце туннеля. Фунт можно смело покупать и ориентироваться на то, что он улетит выше отметки 1.25. А может быть, даже будет претендовать на более высокие уровни сопротивления. Но, друзья, еще далеко не конец. Я отмечал, что Джонсон, который является премьером министра Англии, просто так не позволит парламенту навязать себе позицию того, что ему нужно обязательно на законодательном уровне взывать к Европейскому Союзу с просьбой отсрочить Brexit еще на два месяца до января 2020 года. В принципе, по закону так оно и есть. Поскольку он проиграл голосование, законопроект об отсрочке Brexit был принят, и ему нужно просто подчиниться воле парламента. Но Джонсон снова буквально вчера повторил, что его задача, пусть на посту довольно непродолжительного премьерского срока, является вывести Англию из состава ЕС 31 октября. И любой ценой он это сделает. Соответственно, какие сценарии могут быть дальше? Все очень просто. Друзья, напоминаю, что с сегодняшнего дня работа парламента приостановлена сроком на 5 недель. Фактически, следующие переговоры, которые состоятся с Европейским Союзом, они пройдут 17-19 октября. И будут идти уже без контроля парламента, которые будут, по сути, бездействовать все вынуждены из-за решения Джонсона. Джонсон должен обратиться к Европейскому Союзу. Но фишка в том, что помимо того закона, в соответствии с которым он должен попросить об отсрочке Brexit, он может еще, скажем, отправить дополнительное сопроводительное письмо, в котором весьма красноречиво объяснит позицию, почему ЕС не должны одобрять переносы сроков Брэлиста. Да и вообще, друзья, честно говоря, я не уверен, что ЕС согласится сам еще одну отсрочку, тем более, что это решение должно быть единогласным. А какой позиции придерживается та же самая Франция, мы знаем. Считаю, что это безрезультатное действие, которое, в принципе, попытка отсрочить то, что неизбежно. И сколько можно уже переносить вот этот неизбежный процесс, если Англия, скорее всего, в конце концов выйдет из состава ЕС даже на условиях жесткого Брэкзита. Второй момент заключается в том, что Джонсон просто может проигнорировать закон об отсрочке Брэкзита и фактически не попросить ЕС об переносе сроков. Это будет нарушением закона, но, как отметил Джонсон, он готов даже столкнуться с риском тюрьевного заключения, потому что, если этот закон будет нарушен, это фактически неуважение к судебной власти со всеми вытекающими отсюда последствиями. Главный вывод, друзья, не нужно торопиться с покупками фунта. Я думаю, что потенциал снижения британской валюты недооценивается, и на него как раз сейчас и нужно ориентироваться. Доллар иена 107.39, я по-прежнему, друзья, предлагаю готовиться к снижению процентной ставки и тому, как решение ФРС отразится на динамике доллара. Я думаю, что чем выше сейчас заберется пара, тем более интересны будут короткие позиции. Я давно продаю доллар иены и считаю, что пока что есть очень высокий шанс отработать эту идею в плане именно заработка на продажах. Американский фондовый индекс рынка S&P 500, 2974 пункта. Сейчас мы видим то, что рост замедлился, в частности, небольшая коррекция развивается. Я повторяю, что я рассматриваю S&P только с точки зрения продаж, потому что считаю, что рост этого индекса на надеждах того, что США и Китай смогут договориться, это не такое уж и весомое основание. Как только рынок поймет, что шансов договориться нету, повторяю, что в этот раз переговоры пройдут на условиях взаимных пошлин, которые были приняты 1 сентября и еще дополнительно вступят в силу 1 октября за несколько дней до нового раунда переговоров, но вряд ли у стран будет какой-то базис, чтобы действительно конструктивно говорить о преодолении торговых разногласий. В общем, здесь, друзья, только лишь для меня в плане фундамента негатив, и я не вижу основы для роста американского фондового рынка. Это не значит, что он не будет расти, но я считаю, что рост при таком фоне это лишь доказательство того, что это пузырь, который может очень скоро схлопнуться. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok